Здравствуйте! С новостями культуры Хакассии познакомлю вас я, Татьяна Донцова. В республике торжественно завершили год литературы. За это время в городах и районах Хакассии прошли десятки самых различных акций и мероприятий. Во всех главным героем была хорошая книга. Итоги года подвели на праздники в драматическом театре имени Лермонтова. Писатели, журналисты, театральные деятели, сотрудники библиотек и работники культуры. Все эти люди провели большую творческую работу, чтобы год литературы в Хакассии прошел на отлично. Подведя итоги, все прекрасно понимали, что нельзя в самой читающей стране мира просто взять и поставить точку в таком масштабном проекте. Мы надеемся, что год литературы в этом году не заканчивается, плавно переходит и дальше, потому что те ростки, те заделы, которые мы сумели заложить в этом году, они непременно найдут продолжение в будущем. Особенно вы увидите, сколько детских проектов, сколько сегодня страна читали, сколько детская библиотека. За год провела мощных, интересных содержательных мероприятий. Наша национальная библиотека, союз писателей, дом литераторов. В последние годы в республике большое внимание уделяется поддержке писателей Хакассии. Не только мэтров, но и тех, кто только пробует себя в непростой, но интересной профессии. Три года назад были учреждены литературные премии «Именные стипендии» главы республики. В итоге премию Николая Доможакова в этом году получил писатель Геннадий Синельников, а премией Моисея Баинова удостоилась Галина Казачинова. Именными стипендиями Виктора Зимина награждены молодые литераторы, поэтесса Полина Кондаурова и студентка Хакасского университета Мария Окунева. Я начала писать, как все, довольно рано, лет в шесть. Потом это вышло на профессиональный уровень. Я закончила литературный институт имени Горького в Москве. Получила несколько премий, таких довольно значительных, в том числе премия Астафьева. Так что и довольно много печаталось, в том числе и в толстых журналах. Поэтому я считаю, что у меня уже хороший уровень. Основная нагрузка проведения мероприятий в год литературы легла на плечи библиотекарей. Они придумали и воплотили в жизнь десятки интересных проектов. Так Национальная библиотека имени Доможакова проявила поэтическую эстафету «Я помню, я горжусь». Она длилась 40 дней. В ней приняли участие более 5000 человек. Стартовала в городе Абакану около Вечного огня в день поэзии. Закончилась в Аршеникице в день, когда 70 лет назад над Рейхстагом было водружено Знамя Победы. Мы этим проектом объединили, я считаю, всю Хакасию, все поколения. Самому старшему чтецу было 91 год, а самому младшему – всего 6 лет. Настоящим подарком всем жителям республики в год литературы стал библиомобиль. Комплекс на колесах оснащен современным оборудованием, интернет-связью и самой востребованной литературой для взрослых и детей. За 10 месяцев библиомобиль совершил 180 выездов, проехав более 10 тысяч километров. На церемонии особо отметили работу Республиканской детской библиотеки. За год они реализовали несколько проектов, получили грант 300 тысяч рублей и 200-300 тысяч на покупку книг из Резервного фонда президента России. Год литературы – это прежде всего дети, это прежде всего читающие дети, творческие дети. То есть мы заинтересованы в том, чтобы наши дети читали, обменивались книгами, обменивались мнениями. Поэтому это самое важное на сегодняшний день. Шикарный подарок на церемонии закрытия библиотекам Хакасии преподнес Государственный театральный музей имени Бахрушина. 2200 книг по искусству в ближайшее время будут распределены по общественным библиотекам Республики. Кстати, вручение столь солидного подарка – не единственная цель визита специалистов Бахрушинского музея. Искусствоведы строят большие планы на наш новый музейный комплекс. Уникальное здание, самое большое в Сибири по площади, открывает огромные возможности для создания самых различных экспозиций. Удивительное здание по своей архитектуре. Его, конечно, необходимо наполнять. И у нас, в музее Бахрушина, есть опыт открытия своих представительств в России. А это, собственно говоря, одна из стратегических линий нашего президента. Он об этом писал. Об этой экспансии очень известных музеев в необъятные просторы нашей России. И день, как ни в Хакасии, ни в Абакане, нам открыть такое представительство, где у нас уже есть опыт сотрудничества с нашими коллегами. И, безусловно, шедевры театрального музея мы хотели бы показать здесь, в Хакасии. Это будет экспозиция, ну, может быть, наверное, на пять лет. Такие писатели, как герой нашего следующего репортажа, в республике на вес золота. Все потому, что Александр Баинов пишет для детей. Стать писателем, тем более детским, Александр Алексеевич никогда не мечтал. Это как раз тот случай, когда профессия выбрала человека. Александр Алексеевич – человек скромный и о своем творчестве говорит неохотно. Большую часть жизни занимался физическим трудом и о творчестве даже не помышлял. Своё первое стихотворение он написал в 58 лет. Это очень удивительное, очень непонятное, очень такая трудообъяснимая вещь со мной произошла. Я не имею лучшего образования. Всю жизнь работал на стройке с Вашечком. И вдруг в одно прекрасное утро ко мне стали приходить стихи. Стихи пишут многие люди, но не каждый решится показать своё творчество профессионалам. В какой-то момент перед Александром Алексеевичем встала дилемма – продолжать работать в стол или пойти в издательство. Начинающий поэт выбрал второе. Я решил, что это не просто так дано мне, и что это нужно показать и другим людям. Пошёл, собрал, когда я написал где-то стихотворение 20, пошёл, собрал, пошёл в редакцию «Хакас-Силь». Показал стихи, там журналист почитал и похвалил, и говорит, пиши дальше. Примечательно, что Александр Алексеевич выучил хакасский язык в зрелом возрасте – в 50 лет. Сегодня он пишет исключительно на родном языке. Уже издано три сборника стихов. Последний предназначен для детского чтения. По отзывам родителей, малышам произведения нравятся. Они простые и добрые. То, что нужно ребёнку. Талант Александра Баинова проявился не только в поэзии. В какой-то момент писатель понял, что его стихи могут звучать, и стал заниматься музыкой. Причём национальный инструмент хотел купить, но мастер уговорил его сделать хомос самостоятельно. И у Александра Алексеевича получилось. Возможно, скоро у Александра Баинова появится не просто сборник стихов, но ещё и сборник песен. Хакассия отметила зимний солнцеворот. В музее под открытым небом Усть-Сос этому астрономическому событию был посвящён большой праздник. В центре внимания традиционно оказались национальные обряды. И главный из них – обряд почитания матери огня и солнца. Музей под открытым небом Усть-Сос – один из самых молодых в Хакасии. Он муниципальный по статусу, но праздники и экскурсии проводит на высочайшем уровне. В этом убедились десятки гостей, которые приехали в основном из Абакана. Здесь, на небольшом пространстве, сосредоточены памятники различных эпох, в том числе могильники одной из самых ранних культур – Окуневской. Её представители жили в Хакасии около четырёх тысяч лет назад. Гордость музея – Мингир Хуртуяхтас-Палазы, или, как его ещё называют, «ребёнок Хуртуяхтас». Место, где он стоит, по преданиям, обладает целебной силой. Это место такое, оно исторически очень важно для хакасского народа. Очень много археологических памятников, очень много священных озёр, так скажем, да, река рядом Абакан. Мы не зря называем «долину священных гор». То есть здесь народ должен знать об этом. И это как такое место считается, как оберегом, так скажем, нашей Хакасии. В Усть-Сосе дважды в году проводят обряд встречи летнего и зимнего солнцестояния. Считается, что в такие дни можно переродиться и даже изменить свою судьбу. И уж точно начать жить в гармонии с природой и самим собой. Красочные обряды очищения, почитания духов местности, предков, почитания матери огня и солнца не оставили равнодушными гостей. Ехал именно на это событие, подумал о том, что воскресный день стоит посвятить тому, чтобы узнать немножко больше о том прекрасном крае, в котором мы живём, и не пожалел. Отличный воскресный день, спасибо музею и тем людям, которые организовали этот праздник. Кроме участия в обрядах, всех гостей напоили травяным чаем с солнечным пирогом и пригласили посоревноваться в народных хакасских играх. Очень хорошо всё было организовано. Впечатление самое... Очень позитивное настроение. Настроение позитивное. Доброжелательные очень люди. Спасибо им всем большое за такой праздник. 22 июня работники музея ждут гостей на встречу летнего солнцеворота. Праздник пройдёт уже в шестой раз. О других наиболее значимых событиях в культурной жизни нашей республики мы расскажем в следующих выпусках программы «Культура Хакассии». А на сегодня это всё. Удачи вам и до встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!